Ребятки, приветствую! У нас сегодня уникальное чемпионское вино. Сейчас расскажу фишку. В чем здесь эта фишка? В данном случае у нас это Alma Valet Lacantita, вторая линейка. Купаж Cabernet Sauvignon Syrah. Наконец-то у нас Cabernet Syrah не часто бывает. Аэрация была 20 минут. Частичная выдержка в дереве. И уникальность образца заключается в следующем. Вы такого, наверное, ни разу нигде не видели, не читали и не встречали. Для меня это нормально. Я в таком режиме как раз и употребляю красный вина. Но здесь официально прописано, что температура сервировки 9-12 градусов. 9-12 градусов. 9, наверное, перебор. Даже только белые встречали 9 градусов. Значит, 9-12. То ли это революционный взгляд винодельни Alma Valet, вообще навещанное красное. То ли это непосредственно относится к этому купажу. Но такая температура сервировки мне как никогда очень сильно подходит. Вот это очень интересно. Так, частичная выдержка я сказал. Да, у них вот есть линейка, вы видели. Есть белая такая же на винтах. Более-менее хорошая такая фактура этикетки. Есть более дешевый вариант на 100 рублей. Здесь более бедно. Поэтому не хотелось брать, не хотелось рисковать. Вот такой на винтах взяли. Нос достаточно приятный. Средней интенсивности. Что-то в районе доминанта, наверное, черешня. Черешня, легкая горчинка в аромате со сластинкой. Нос больше не кабернешный, а скорее всего, ну вот, возможно, как раз шира сдаёт такой аромат. Нос очень приятный. Что называется питкий нос. Питкий нос. В общем, хочется попробовать этот вариант. По аромату очень даже симпатично. А, да, значит, 9-12 градусов. У нас как раз в подвале-то, собственно, сейчас под 12 и есть, под 11. Так что посмотрим, насколько это интересно. Аль-Мавали, Бахчисарайский район, Крым. Поехали. Вино с характером. С характером. Такие доминантные пики. Доминантные. Во-первых, тонин такой серьёзный мужской. Выше среднего. Вяжущий. По ощущению не похож. Не похож, что он здесь только бочковой. Тем более частичная выдержка в дубе не может давать такого тонина. Вероятно, здесь был контакт с дубом, а именно щепа. И щепы было немало. Тонин серьёзный. Ощутима достаточно явная горчинка, которая идёт в паре с такой хорошей, не завышенной, но хорошей, высокой кислотностью. Высокой кислотностью. Ну, явно не кисляк. Нет. Но с характером, я бы сказал. Есть ощущение немножко, наверное, чуть-чуть не структурированного тела. Немножко водянистого. Тело вина не то, чтобы отсутствует, оно так по нижней границе. Но они компенсируют вот эти моменты. Так, ну, это бруснично-черешневая, может, вишнёвая, спелая вишня. Достаточно симпатичный образец. Сейчас подышь, что оно, и проверим вон на гастрономичность. Запёк я буженину. Посмотрим, насколько он выдержит, не выдержит. Но, в общем, за этот ценник, сколько там, получается, 600 рублей 599 со скидкой. Опытом, точнее. В принципе, неплохой образец. Посмотрим. Ну, в общем-то, для пробы, в принципе, пока нормально. В иннотации подвижу, под видео напишу, как он развился, насколько он интересен. Всё, спасибо за то, что были с нами. Если понравилось, ставьте лайки и делайте репост друзьям. Всё, Лаконтида, Альма Валей. Пока, спасибо. До встречи на нашем канале, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok